если вам дать большой частный дом 5 киловатт вам не понравится потому что 5 киловатта 25 ампер это добре в квартире а там уже не так добре если при этом у вас будет еще и на кругу просажена а она таки может быть и просажена на кинцелине то взагали будет погано и нам застричалось таки что на дом великий там 2 3 поверховый дом давали там 3 по 5 ампер на три фазы нормально а у него нема возможности технических возможностей нема дать ему больше вот так хочешь 3 по 5 и до побачения хочешь теперь поставить свой будь ласка там заказы там теперь поставить протянут но сколько воно кошту и можно поделиться на сайте там по разным регионам сколько там протянуть 200 метров линии там и так дальше и опять же як же я техническая возможность поставить вам т.п. может там нема для цього места места и через то у людей проблема хоть будинок продавай колобин будувал его он не знал что будет так мало электричество а вот его стало мало и что робить солнышко не спасет тебя солнышко потому что воно только днем ну может без перебинник поставить буду днем и ночью хорошо больше быть зимой я уже начинал разведать такой кейс как вот магазин и куча мелких нагрузок однофазных это хорошо если мелких они могут быть покрупнее их может быть мало но они однофазные их раскидали на три фазы пытались равномерно раскидать на время от времени какая-то из них дает пусковой ток все фазу перекосило значит характерный признак вот это и вот проблемы его надо просто запомнить у нас есть линия там a b c n у нас положим есть нагрузка одна условно ее там обозначим нагрузка одна нагрузка вторая нагрузка и куда бы третью мне рисовать ладно криво вышло извините если у нас любая из них работает в одиночку или она имеет пусковой ток то есть она явно больше всех остальных в разы вот они все были одинаковые в рабочем режиме как только одна из них стартует то сразу мы проходим по проводу а имеет сопротивление какое-то через нагрузку и возвращаемся в нейтраль именно свой ток который не балансируется двумя другими токами он захватит нейтраль значит если считать что тут есть сопротивление какой-то индуктивность тут есть сопротивление индуктивность тут есть сопротивление индуктивность и конечно же нейтрали то же самое то мы два раза получаем 1 2 3 4 1 и 4 мы получаем две потери здесь и на нейтрали и так по каждой нагрузке если она в одиночку работает либо если она сильно превышает все остальные все то что превышает все включает в работу нейтраль мы можем получить гораздо лучше если мы не будем включать в работу нейтраль это делается как раз вот этим quantum abc он берет три фазы складывает их обычным ну почти обычным выпрямителем в одну он имеет естественно контроль корректор потребление pfc как его как какая корректор коэффициента мощности то есть чтобы мягко заряжать емкость чтобы имитировать на входе чисто активное сопротивление от этого еще одна польза но они и позже и он использует фактически нейтраль но может и вообще не использовать все он и так видит эти три фазы он и так ловит середину но на использовать как контрольный он туда ток не гонит он корректор так устроен что он исключает ток в нейтраль и на выходе у него одна фаза он складывает их все три потом инвертором заново нарезает и у него как бы не грузить эту фазу одну она во-первых становится мощнее и во-вторых она всегда как бы ты не потреблял по выходу разбрасываться по входу будет потребление всегда одинаковое для такого случая когда у тебя есть уже три фазы и ты хочешь оставить их три допустим у тебя здесь есть какая-то еще трехфазная нагрузка какой-то там мощный мотор который потребляет от всех трех фаз и ты хочешь чтобы на выходе тоже было три фазы у тебя есть инсталляции где ты хочешь и такое и однофазное ну вот надо тебе что было три ты этих квантов abc ставишь три штуки да не трехфазное тем не менее рисую выход вот отсюда на него отсюда на него отсюда на него отсюда на него и дальше по всем так само по входу они лепятся параллельно кажется полной бессмыслицей сейчас поясню что это не так сейчас расскажу все у них да действительно на выходе есть инверторы у каждого и кажется что инвертор выходной какой фазе он привязан а может быть к любой привязан у нас это сделано не так что инвертором кварцем нарезает мы не пытаемся быть точнее чем наша сеть в сети давным-давно уже единое энергоснабжение там и так кварцованная частота пытаться улучшить частоту сети ну просто не моя сенсу если будет работать генератором да конечно там внутри процессором по-любому кварцом питается и там будет нарезаться своя частота там не будет соответствует генератор если сам этого не захочешь если не доверяешь генератор ты можешь выбрать фиксации стены но в режиме работы от сети типичным режимом будет фиксация на одной из вас здесь на а здесь на б здесь на с он же видит все три по входу он видит все три фазы и может синхронизироваться с любой из них не с внутренним кварцем с любой фазой так как у нас сделано в однофазном есть ты берешь однофазные вешаешь их на три фазы ты никогда не получишь разбега если на входе а на выходе тоже будет а и никак иначе он просто по-другому не может этот сохраняет преемственность в этом плане это можно скидать три вот этих вот как а б и c просто выставив там в менюшке это все и сделав сюда наклейку вот это у меня всегда а выдает этот б это ц и всегда может это проверять и контролировать и же устройство контроле фаз так что получаешь при этом естественно любой из них всегда раскидывает ровно да ты по-прежнему раскидал нагрузки ты вытащил нейтраль тебе понадобится нейтраль но она уже будет у тебя контрольной скажем опорной даже так она будет вытащена отсюда а нейтраль их это немножко вот н н н ты свяжешь ее со входной но эта связь уже чисто как бы опорная информационная они формируют свою нейтраль свою фазу их можно объединять в этом случае и вот тогда получается любой любая ветка может нагрузиться больше ну и что какая бы больше не нагрузила все равно равномерно скидает по всем фазам то есть вставляешь старое подключение ты имеешь возможность мотор этот перекину сюда на выход но любой из них собирается всех трех фаз кто бы не выдал больше он его вытремая либо хватало у него своей перегрузки здесь он раскидает равномерно нейтраль будет не нагружены теперь маленькая такая немножко шокирующие из непривычки цифра если кто не задумывался это уже случай не магазин а случай простого частного дома вот ко мне у меня есть сосед ну как сосед по городу сосед просто наш приятель который сейчас тоже сидит на такой линии где он подключил одну фазу можно подключать больше нет смысла фаза слабая но они все три слабые он выбрал самую сильную на нее сел имеет очень маленькие возможности по потреблению не помню киловатта 3-4 ну что-то вообще смешное там чуть ли не 2 киловатта при этом же он просаживается так что больше ему нет смысла садить короче все полный гоплык что с ним будет если его пересадить на кванта bc у него есть трехфазная линия конечно его могут посадить на три фазы это он себе выбьет он не может протянуть лишнюю линию себе но сесть на две фазы которые так идут мимо дома он может хорошо он это сделает что он получит исключение только в нуле даст ему сразу вдвое меньше потерь он сидел на одной фазе проходил через нулевое сопротивление нулевого провода и провода фазного имел два раза эти потерь теперь имеет один раз потери и к нему еще подключается две фазы то есть здесь он себе удвоил возможности потребления исключивший ноль и добавил еще два раза и того отношения трехфазного подключения на той же слабой линии к однофазному если переходишь просто на все три фазы но запитываешь их складывая в одну правильно равномерно 6 к одному ты имел 2 киловатта подключился на бц пожалуйста ты имеешь 12 шокирует меня да как вас не знаю человек который считал жизнь пропала все жить нечего дом надо продавать но потому что нету запитки все и вдруг вместо двух киловатт 12 вместо трех соответственно 3618 цены погано тоже можно якуши ты ну скажем так если ты до того просаживал два его соседей было хорошо и ты мав 2 допустим ты просадил до 180 больше не рисковал потому что больше двух не грузил добре то так само и будет то есть просадивши до того же самого ревня ты мая в шесть рази в большем потуре потужности нормально 0 0 3 киловатта на выходе то мы получим на входе по одному киловатту равномерно русского нас 3 киловатта на одну фас так так получаем там ровно раскидает ровно поревну на кпд у нас обычно мы сейчас тримаем из дата беля десь беля девяносто висим так девяносто висим и пять больше я не можу потому что я на джб ти сижу якщо б я перешел на эти как они там карбит кремниевые там мосфеты и обмав кращий кпд але же вам пришлось бы за все платить вы не коштует там десь до десяти ну пять разів дорожче при тех самых токах пять разів дорожче коштует а у меня основная складова этой коштовности его это как раз ключи и дросселя меньшей степени пожалуй это основные так что это он использование это будет одно устройство однофазное на выходе да он просто щиток если у него щиток был даже на три фазы раски даже если у него было три фазы по дому раскидано ему по-любому это даст удвоение даже в цьому сенсу потому что ну как оно конечно выравнивается но в доме выравнивание ну не смешитель сегодня я стираю а завтра я там готовлю там еду это все на разных фазах и одночасно не бывает абц размеру так за год вот это наш великий абц приблизно такие самотики на 50 миллиметров шиши ось так десь это будет 14 к абц не плануються 18 ки поки що ну я спробую алая не гарантую цього на меньше до 5 и это будет ось так мабуть у цей так так но тут тут навіть не більше тому що я казал же я вот тут себе звільнил трохи месяця и за счет цього я его просто не стану зменшувати я оставлю таки ну может 20 миллиметров буду ширше скажем так якщо порівнювати с 14 кай я так очень хотел бы чтобы 14 кбц коштувала дета ну а на целое 7 десятых ну идеально вообще полтора бо меньше аж никак не выйду поясню пізнейше чому вся моя работа она сводилась к тому чтобы взять щось таке что было дуже дорого и зробить него таки чтобы было дешевше а лише встало краще вот это вот вот ну я спояснивал так оно рубилось а со счетчиком тут трошки краще выходить мнение в обратную не будет такого на бывает значит про счетчик значит давайте я не казав в первой частини докладу я повинен буду доказать был сказать и про эту компенсацию реактивности у нас допустим на офис правила такие шо на офисе якшо офис в жилом на будинку то там вы повинны не сплощувати за реактивность але вы можете за ней сплощить якшо вы привышеете якийсь там лимит и то дело шось таки на ксал штрафа еде и якшо вы ставите от этот стабилизатор любой з них то вы маете компенсацию або трех або там где-то 2 ампер реактивности то есть где-то до 700 ватт вар вольт ампер реактивных вы компенсуете и в частности якшо у вас там по офису эти лдс ну мало в кого на я уже лдс обычно вот такие вот сороковки вот то сто процентов компенсую все нема в тебе реактивности и это добре но это еще не все но если вы допустим производство и вы окремо стоите и навыть офис окремо стоять еще не в жилом будинку потому что жилой будинок там все смешиваются там непонятно всех взагалі не треба брать за реактивность всего как с него брать он там саме на том петручине сидеть и тому они на окремо стоящих производствах офисах он и уже за реактивность выраховывают и ты повинен за ней 6 платить воно дешевше кажется но она платится так вот все системы типа вот этих с накоплением они взагалей реактивности на входе уже не мают топ-то вон и компенсуют и нелинейные нагрузки кстати окрема тема якшо в тебе там компьютеры 6 подобный подивны воно пиками потребляю то есть среди средняя потужность такая сама а в пиках вона значно перевыщая и ну как бы это сказать короче если ты потребляешь просто у тебя есть ну допустим частотой 50 герц когда раз он по заряжаю свои емкости если просто непрерывно бы сосал энергию оттуда сети то вот у тебя там некое в этом если ты и потери у тебя там определенные допустим там 5 ватт и достиг если ее просто вот потребляешь и не потребляешь пополам то есть половину времени при решении но в среднем то сама потужность то тебя эти потери удваиваются в линии то есть было 5 вас стало 10 соответственно просадка тоже у тебя другая просто и вдвое больше только будешь потреблять для того чтобы сохранить мощность при той же самой напруге у тебя просадка увеличится то есть компьютеры без корректора коэффициента мощности паршивый весь здесь стабилизатор abc он сам будет это корректировать но что он уже принимает у него уже есть электролиты которые решают эти проблемы и с реактивной мощностью и с коэффициентом мощности линейностью потребления тока и поэтому в целом если говорить чисто про счетчик и он руховал реактивность вины буду я больше раху ваты тому что на матч его раху ваты нужно после счетчика отключенный вот во всем конечно корость и еще одно дело в том что я еще вы маете потужный мотор будь то холодильник компрессор condition там что заводно то вин при пуске его основная складовая именно реактивная как раз вот этот пусковой ток переважно реактивный я все вот вся штука компенсуя реактивный токция еще дополнительно дополнительно улучшает условия работы для линии то есть если мы при пуске сильно просаживал и переважно на реактивность просаживал то два и больше даже больше чем два раза он снижает при пуске нагрузку просто за счет того что он на себя берет реактивность оттуда только реальное активное потребление ну сами посмотрите мотор активное потребление состоит из падения на обмотке, резистивного падения на обмотке, и, собственно говоря, механическая мощность, которую ему удается выдать. В момент пуска он еще не крутится, механической мощности нет. Значит, возрастает ток в 10 раз, в обмотке потери возрастают, естественно, но они в обмотке не достигают всей его мощности. То есть это все реактивность в основном при пуске. И таким образом вот именно пусковые мощности эта штука, которая имеет электролит, отрезает гораздо лучше от линии. То есть линия меньше просаживается именно в моменты пуска. Эта штука, которая имеет электролиты и нормально преобразовывается с нормальной фильтрацией. Кстати, на входных фильтрах очень многие экономят, мы никогда. У нас всегда есть входной фильтр, потом реактор, потом еще один реактор, и выходной фильтр. То есть и оттуда, и оттуда отсечено. В нагрузку не должно идти помех, и в сети не должны браться помехи, и в сеть не должны идти помехи. Но это все требуется. А нам еще сертификацию там проходить может в Европе, так что пригодится. Мы заранее закладываем. И если все сделано правильно, он выглядит для сети, как какая-то стабильная, непрерывная нагрузка, типа там нагревателя. То есть самая приятная для энергетика нагрузка, ни реактивности, ни хрена. Он просто тихонечко жрет постоянно активную мощность. Я говорю, пуски снижаются реально. То есть вот кажется нет устройства плавного пуска. Пуск не плавный. И электролитов не хватает на нормальный пуск мощного потора. Откуда берется? Оттуда, что компенсируется реактивная составляющая. Потому что она компенсируется за каждый цикл. Ей не надо держать там 200 миллисекунд. Она в течение полупериода компенсуется тут же. Вот такие плюсы. Неплохо, в общем, получается. Там имеем кратность, там имеем экономию пусковых токов. Есть и другие переваги, но это в коротком семинаре всего же, конечно, не скажешь. Это мы будем, надеясь, еще общаться. Будут вопросы, будут рассылки. И второй, последний этап, который пойдет сразу после выхода кванта АБЦ, который уже сейчас занимается этим Сергей Сергеевич, аккумуляторная часть. Вот здесь вот можно будет наконец-то подключать аккумулятор. То есть здесь будет шина, открытая шина 400 вольт. То есть, по сути, вот эти емкости накопительные, электролиты, которые каждый из них содержит, куда сливается вся энергия от трех фаз, именно эти емкости будут открыты, снаружи клеммы будут на них. И вот к этим клеммам подключается повышалка, так сказать, с этих же клемм берется на заряд ток. То есть, когда есть сеть, когда все нормально, с них можно брать, с них берут и заряжают аккумуляторы. Та же самая блок обслуживания аккумуляторов будет заливать обратно туда, и таким образом мы можем подключать аккумуляторы разной емкости. То есть, это не является неотъемлемой частью. Это вообще никак не пришито к стабилизатору. Это сделано для того, чтобы эта мечта, что я хочу купить там этот полный двойной онлайн, и мне не нужно стабилизатор, мне нужно, чтобы он просто стабилизировал. Будет легко и просто. Это будет по умолчанию. Не хочу платить лишних денег за аккумулятор, не хочу платить лишних денег за зарядку, за повышалку. Я вот за все это не хочу платить. Дайте мне самый мизер, потому что я хочу эффект, чтобы собрать три фазы в одну. Вот это я хочу, остальное не надо. И платить за это не буду. Логично? И тогда мы приходим к идеальному. Того, что от нас, в общем-то, от всех потребителей и от электриков, которые их обслуживают, от нас этого ждут энергетики. Ребята, вот я вам дал 24 киловатта ТП или там 240 киловатта, неважно. Вот он дал тебе ТП, вот я хочу, чтобы ты вот эту мощность оттуда сосал вот все время, днем и ночью одинаково. Этого никто не хочет из потребителя. Но потребитель получит свое, а энергетик получит свое. Все довольны, все счастливы. После чего энергетики начинают занижать сечение проводов, конечно же. Мощность стабилизатора или инвертора в этом случае будет примерно такая же, как и есть номинал его. В смысле? Ну, в режиме вот автономной работы. Так, в чем это и проблема. Иначе оно мне не требует, якщо оно не будет такой самый. Мало того, смотрите, вот эти однофазные, допустим. Ой, ну да, обычно однофазные. На 9 киловатт у него ток примерно 70-75 ампер. Это уже такой. Перед тем, как он начнет проседать. Если он совсем просядет, но там немножко еще будет давать, все равно этот ток. То есть он не вырубается мгновенно. То есть вроде бы, ну, почти в два раза. Мы его доведем до 80, мы сейчас доработки ввели, и там уже будет более честно. 2 к 1. Ну, это тоже достаточно честно, да, иметь 40 ампер номинальных и почти 80 предельных. Причем эти почти 80 предельных 12 секунд. На 20 процентов, то есть сколько там, 48 ампер, это 20 минут. И вот это все придется аккумулятору давать. Потому что вот эти запасы, на самом деле, это не то, что там, типа, показать, какие мы крутые. Это реально надо. То есть это в реальном пользовании дает комфорт. То есть ты не думаешь. Оборудование, в среднем оно подстроено под среднее оборудование, которое используется. Дело вот в чем. Аккумулятор очень любит работать все при одной температуре, чтобы никогда не было разбаланса, не надо перегревать. Особенно при больших токах всегда они нагреются, и надо, чтобы одинаково. Он делает круговую систему, вот из этих вот восьми блоков, если надо наращивать вверх. И получается у него ведро, по сути, причем с продувом посередине, на случай больших нагрузок. Так вот это ведро снаружи будет оформлено, может кто-то видел автомобильные вот эти зарядки, стойки вот эти, куда кидаешь монетку, заряжаешься. Там всегда любят иллюминацию красивую подсвечивать. Так вот в этом ведре будет подсветка такая, как будто она залита электристом. Синенькая подсветка, бледненькая, и когда будет кончаться, она просто будет вот так вот падать. Ну, ведро электричества. Ну вот кончилось, с электричества кончилось, ведро пустое, видно. Выглядит этот дизайн будет именно так. Так что проблем с индикацией аж никаких. То есть это именно блок обслуживания аккумуляторов. Ну вот он их обслуживает, он отвечает и за индикацию, и за всё. И даже за дистанционный контроль, если ты хочешь посмотреть, заряжены они или нет. Это всё в нём. То есть этого ничего не касается. Он стабилизатор, он просто позволяет прицепиться к себе открытый DC-Bus, открытая шина постоянного тока. Вот я конденсатор вам даю, вот сюда подключайтесь. Так какой прогноз? АБЦ квантов по выпуску и потом апгрейд по выпуску? АБЦ осень. А апгрейда не будет. Ты можешь просто докупить блок обслуживания аккумулятора. Это уже даже не апгрейд. Только разработка аккумулятора. Ну там я не успею до осени, наверное. Так, есть сенс. И ещё одно. Если нужна большая мощность, то так же выходы можно будет параллелить. Известно, что надо будет, если тут вот раскидываемый на трёхфазный на АБЦ, раскидать оба, допустим, на АА. Да это не принципово. За кого он цепляется, то на принципово. По любому, если эта паза исчезнет, он по-любому переедет либо на внутрешнюю синхронизацию, либо на иншу фазу. Но тут надо уже будет блокировки применять, потому что если оно чисто за этим следит уже внешний блок контроля фаз. Понимаете? Он по любому переедет, чтобы продолжать выдавать. Ну, исчезла фаза. За счёт всех они зацепятся за другую. Но одинаково. Оба будут одинаково себя вести, поэтому их выхода можно будет так само параллелить, как и всегда мы здесь параллелим. Потребителей много, но когда начинаешь их по фазам раскидывать, понимаешь, что... А здесь будет наплевать. А? Будет почти наплевать, лишь бы не превышал мощности стабилизатора выходной. Ну, если сомневаешься, единственное, можно их объединить тогда в два. Ну, а теперь, пожалуйста, скажите мне, что я не договорил и что я должен тут буду сделать. Потому что разработка ЭД прямо сам и зараз. Это я вот прервался на семинар. Ах, да. Генератор по умолчанию. Это обовязково. Причём, хоть с одной фазы, хоть с трёх. Эти системы спокойно хавают генератор, потому что они всегда для источника уже просто активное потребление. Они с генератором не дерутся. Отрицательного входного не будет. Я её прошу прощения. То есть он хоть трофазный, хоть однофазный генератор? Любого качества, на любой частоте, кстати. Пофиг. Лишь бы крутился и выдавал что-то. А на что он тогда будет, когда он будет свой собственный синус? А у него внутренняя тоже есть синхронизация. Он ищет. Если он находит на фазах, если тебе это надо, ты можешь вообще вырубить внешнюю синхронизацию, если у тебя не трёхфазная система, тебе внешняя не нужна. Ты сначала в меню включаешь трёхфазность, если она у тебя вообще есть. Он же не знает, стоят там соседи у него или не стоят. Ты ему говоришь, я буду делать трёхфазную систему. И потом тебе подменю какую фазу хочешь. А хочу, тут Б хочу, тут С хочу. Если ты туда не лазил, у тебя по умолчанию внутренняя синхронизация и его выходная частота со входной вообще не завязаны. Ну, на самом деле там есть вариант, то есть когда ты потерял фазы и сидишь на одной, то тебе лучше за неё и синхронизироваться, и электролиты в этом случае вообще не нагружены. Ну, через них не проходит рабочий ток пульсаций. Ну, это вроде бы выгодно, но это там настолько скрыто от пользователей и никак его не задевает вообще. Он цепляется за входные фазы только когда ему нужна трёхфазная система. В остальном случае для него это всё прозрачно, потому что он не интересуется, связано, не связано. А мы сами решаем, как выгоднее для него. Вопрос по электробезопасности. Вы сравнивали, да, ваши чудо-аппараты, да, то есть с отсечкой УЗО. Так. Я знаю, что УЗО не во все формы, не во все виды электросетей можно подключать. Есть какой-то запрет на подключение ТНТ, ТНС, ТНС, то есть есть какой-то запрет, куда его нельзя подключать? По итогу... Типа гибель потребителя, да, то есть... Давайте. По итогу он всё равно получит свой ноль и свою фазу, но у него, в отличие от УЗО, перед ними стоит автомат. То есть, если он с чем-то не справляется, он это... он просто отрубается от этого. Автоматный нагрев срабатывает? Что? Автоматный нагрев срабатывает, как всегда. Не-не-не. Автомат срабатывает по куче разных признаков. Перегрузка по току, КЗ по току, но в том числе и перенапряжение тоже. Самое главное для нас сейчас, по вашему вопросу, это перенапряжение. Он срабатывает от неоднократных повторных импульсов, которые его уже нагрели. Он контролирует нагрев. Он может сработать от одного сильно мощного, с которым просто не справился. Ну, скажем, длительный перегруз, просто прилетело 380, чуть выше, скажем, 400 прилетело или 420. Это бывает. 420 вполне возможно. И тогда он просто присаживает его на короткое время и торопится как можно быстрее отрубиться, чтобы только не сгореть. Потому что, если он получает вместо короткого импульса переменку, ему нет много времени на раздумья, он сразу старается отбить. Почему, собственно, у зони везде можно? Потому что на них может прилететь не то, что разраковывали. Оборвался ноль или что-то перекосило, ты разраковывал, что там будет напряжение фазное, ой, фазное, а пришло линейное. И все, они вылетают, если они там третья категория. Здесь немножко не так. Здесь, если что-то прилетит, не то, что он хотел, не то, что он может справиться, он просто вырубится. ему оно не надо. И клиенту оно не надо. На самом деле транзисторы, вот эти LGBT, все эти мощные ключи, они же не вечные. Дело даже не в том, что ты их перегрузил, там они поплавились, или там подплавились чуть-чуть. Нет. Просто на 50 Гц любое оборудование, когда в сети 50 Гц, если оно работает так, что кристалл греется, ну, допустим, ему можно греться 170 градусов, это по норме, даже 175, если это Infineon, ты его греешь, допустим, на 100 градусов. В моменты максимальной нагрузки он 100, и в моменты, когда ничего он не пропускает, он остывает у тебя, ну, до комнатной, до 20. Понял? Я закинчиваю. Вот. И в этом случае наблюдается такая штука, как термоциклирование. По термоциклированию есть специально в модулях приспособы, чтобы кристалл скользил, как-то расширяться, мог сужаться, чтобы он долго служил, чтобы делал миллионы циклов. А вот этот корпус, ТО-247, считается в этом плане самым таким неприспособленным для промышленного оборудования, которое служит десятки лет. Поэтому для того, чтобы он проходил вот этот термоциклирование, мы просто делаем так, чтобы у него кристалл по температуре не гулял в номинальном режиме. То есть мы такой даем запас ему по нагрузке на отдельный кристалл, чтобы тепловые напряжения не образовывались. То есть износ возможен, но для этого у нас всегда ставится вдвое, грубо говоря, больше транзисторов, чем нам нужно. Это минимум, что вдвое. На самом деле, если рассчитать их в номинальном режиме, у нас это автоматом выходит, потому что на перевантажении, у нас же, я говорю, кратность перевантажения, и мы должны рассчитывать потужность самих ключей именно на вот этот момент, когда будет КЗ. Может, его никогда не будет, но я должен рассчитывать на это. И если у нас все разраховывают, то когда мы вертаемся на номинальную потужность, никакого термоциклирования уже не будет. Такого, что мы можем нашкодить. И оно будет служить. Ну, практически, это не значит, что если у тебя 10-роки в гарантии, то я тебя буду обслуговывать каждые 5-роки. них нет. Правильно ли я понял, что для обычного клиента, который попил себе стабилизатор, то есть, никакого технического обслуживания проводить не надо. Пыль, пыль, вот, спасибо, я вспомнил, о чем я говорил. Дайте мне еще 2 минуты, пожалуйста, Тарас. Окей? Самое главное, что мы теперь сделаем. И я вам показал вот этот новый опытный в старом корпусе, ну, в таком же, ну, просто потому, что они у нас идут серийные, а корпус еще мы не делали. Так вот, наконец, в этом конструктиве мы добилившись снизу, нет ничего электронного. Там вот так вот радиатор только видно. Когда он кончается, есть кусок платы, на котором не стоит ни черта. Он просто закрыт изолятором. Просто датчики только сверху. И потом стоит дроссель, который тоже, в общем-то, можно хоть молотком бить, ты ему не нашкодишь. И поэтому мы всю вот эту линию выводим вот сюда так, что ты можешь вот здесь дверка, откручиваешь барашек, откидываешь дверку с кулерами, получаешь доступ ко всему радиатору, ко всему, где могла сесть пыль. Воздух вот тут уже не ходит. И просьбу Тараса, наконец, я выполню, потому что он просьбу передает от клиентов, тоже от таких же лекарств, убери эту вентиляцию. Туда может монетка попасть, винтик упасть. Закрой наглухо всю электронику. Наконец, мы это сделаем. Я не хочу сказать, что можно будет его дождем поливать. Мы будем к этому идти, честно. но я не обещаю, что сразу мы сделаем IP67. Ну, трудно, мне это и дорого. Но, мы переходим к тому, что ты можешь просто открыть, откинуть, щеткой прочухать пыль, закрыть и работать дальше. Я хочу, вентиляторы у тебя там сносятся. Я просто вышлю вентиляторы, и ты тогда открываешь ее совсем и дергаешь, и втыкаешь разъем новых вентиляторов, и вешаешь обратно дверку. Это руками делается, даже без отвертки, наверное, будет. Это касательно вот этого обслуживания. И это единственное обслуживание, которое он будет требовать. Пыль. А вот такая система с приводу пылу, она будет реализована лише в ABC? Не, не, не. У нас все идет обратным ходом, обратную силу все имеет. Это было разрублено на однофазных, оно, конечно же, оно пидает на ABC, но оно и тут будет. А коли будет это? Ну, вместе с выходом ABC корпус будет разрубляться и там, и там, одночасно.